Зимние праздники от Рождества до Масленицы Мы только намекаем, мы расставляем вешки, куда идти, по какой тропинке О каких вешках идет речь? Выставка – это череда впечатлений условного мальчика из купеческой семьи дореволюционной России Все начинается с картины «Утро Нового года» Александра Левченкова Работу эту предоставила Российская академия живописи, вояния и зодчества Ильи Глазунова Картина как бы задает тон сказочного праздника Это деревянная лошадка нашего героя Экспонат, кстати, из частной коллекции Одеяние Ивана Царевича и сказки про жарптицу Костюм подготовлен центром Андриса Лиепы по развитию проектов и программ в области культуры и просвещения А вот то самое дерево с младильными яблоками, на котором жила жарптица Рисунок, между прочим, создан нейросетью Все эти разрозненные разноплановые детали в пяти высылочных палатах складываются в единый пазл Создают ту самую неуловимую атмосферу яркой, пряничной, волшебной России Эти вешки вы можете увидеть в этикетках Это я рассказываю, как пользоваться выставкой Там фрагмент этих текстов, цитат, которые подходят к той или иной картине А дальше мы вас приглашаем поучаствовать, пофантазировать И сочините эту сказку рождественско-новогоднюю вместе с нами Напомню, Звенигородский музей-заповедник Стал одним из самых посещаемых мест Подмосковья на прошедших каникулах Тысячи людей в новогодние морозы все-таки выбрали это место, чтобы интересно провести время Понятно, что за такой популярностью стоит большая работа руководства музея Выставка будет действовать до начала марта Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова